Россия без сирот. В стране повсеместно закрывают детские дома. Главная причина ребят разбирают по семьям. Так в Тюмени задетьмистые точереди, а в казенных учреждениях остаются те, кто постарше. В связи с этим, с уменьшением количества воспитанников, детдома объединяют под одной крышей. Та же судьба постигла и учреждения по улице Холодильной. Куда переведут детей и что станет созданием в сюжете Ангелина Лиско. За 76 лет из стен этого детдома выпустилось более 5000 человек. Кто-то уходил во взрослую жизнь, так и не ощутив материнской ласки. Кого-то забирали в семьи. Последних в области все больше. Региональные власти приняли решение объединить детский дом на Холодильной с тем, что в поселке Барки. Мы прекрасно понимаем, что для детей это будет очень сложно. Сменить привычные условия, привычный образ жизни, привычную школу. В доверие к ним войти достаточно сложно. Это достаточно длительный процесс. Руководство и попечители детдома, хоть и против реорганизации, признают, что держать такое здание нецелесообразно. Были годы, когда в детдоме постоянно жили по 65 человек. Теперь их 25. Комнаты детского дома сейчас пустуют. Воспитанники находятся на отдыхе в Крыму, в подшефном Черноморском районе, а также на Байкале. Сразу по приезду им придется сменить место жительства. В интернете тему реорганизации трактуют по-разному. Одно из распространенных мнений – кому-то понадобилась земля. В центре города площадью почти 2 гектара. Однако отдавать землю в аренду или под застройку не планируют. Уже в этом году в здании откроют детсад для малышей от 2 до 3 лет. Потребность в конкретном центральном районе около 600 мест. Капитального ремонта большого не потребуется. Косметический ремонт уже проведен. И можно размещать небольшие группы – 15-20 человек. Эта группа отремонтирована у нас. Здесь имеется все необходимое. Находимся в комнате отдыха. Новоселов в Барковском детдоме уже ждут комнаты по 2 человека. По-домашнему уютные, ведь все специально оборудовано по квартирному типу. Своих воспитанников тоже 25. Троих в этом году устроили в приемные семьи. Дети, окончив местную школу, часто поступают в тюменские учебные заведения. Таких ребят в этом году 8. Мечтаю, чтобы выучиться нормально. Поступить куда-нибудь. Хотела на повар-кондитеры с 9 класса. Начиная с 2008 года в регионе один за другим объединяют детдома. Так было с Увадским, Ярковским. В нашем тюменском районе закрыли три детских дома. Это Вензелинский, Успенский и Эмбаевский детский дом. В Байкалово в 2010 году был закрыт детский дом. И все дети находились у нас. И тюменским ребятам здесь будет комфортно. Переезд назначен на 30 августа. Ангелина Рисько, Дмитрий Гларичев, Тюменское время.